Как расшивалась одежда в Подмосковье? Или это была белая гладь, или были цветы, или геометрический орнамент? Над этим и многими другими вопросами задумались участники Большого этнографического диктанта. Замысловатый тест позволяет определить уровень общей эрудиции населения или выявить пробелы. Мы много очень путешествуем по России. Вообще наша основная задача – это описать природу, народы, культуру народов, историю Российской Федерации. И мы, когда выходим на любую аудиторию и задаем определенные вопросы, касающиеся этнографии, всегда получаем очень неудовлетворительные ответы. Ко дню Народного единства в Одинцовской библиотеке номер один в рамках международной просветительской акции прошел седьмой Большой этнографический диктант, организатором которого стало Федеральное агентство по делам национальностей. Этот этнографический диктант, вообще вот эта вот акция, которая рассказывает о многоликости России – это очень важное мероприятие. Я справилась достаточно быстро, но как я справилась, покажут результаты. Россия – многонациональная и многокультурная страна. История, культура и быт ее народов зачастую для многих остается неузнанным. Проведение подобных проектов позволяет расширить собственные границы и познать мир. Среди тех, кто решил проверить свои знания, были представители национально-культурных диаспор, депутаты-единороссы, представители общественных организаций и, конечно, молодежь. Тест был очень интересным. И те вопросы, которые там присутствуют, я думаю, необходимы для знаний, для нашего повышения знаний о многонациональной России.